Друзья, это самое. Макс хочет показать вам удочку, которую в каком-то видео в Коско мы покупали. Агли Стик Элит. То есть Агли это уродливый какой-то штырь. Стик это палка, да. Но Элит. Элитная, как говорится, коллекция. Здесь набор у нас есть и катушка, и легкий спиннинг, только для ловли таких вот хищников. В общем, уже написано медиум. Медиум это средний. Ну, спридженнего размера спиннинг. Медиум это средний, легкий это лайт. То есть он среднего размера. Ну, я имею в виду для рыбы такой вот, небольшого хищника. Басы, да, окунь, что еще, форель. Ну, да, форель, окунь, бас, судак, щука. Как оно все будет. Так что ты все взорвал? Там, наверное, открывалось же где-то. Да я хотел избавиться от коробок. Ну, давай. Так, ну, видишь, мы все на липучках. Не хочу я мучиться. Это уже не собирается. Это все должно убрасывать. Так, поставим. Так, все, есть. Надо очень осторожно соберет пучки. Вот она, красавица. Ручка, видно, из пробкового дерева, это хорошо. Да, пробкового дерева. Сейчас оно, пока, защищено вот пленкой, но можно купить еще специальную пропитку для пробкового дерева, продается. Вот очень острый нож, кстати, Женя. Сейчас все время такие ножи интересные. Нож должен быть острый, чтобы все резко. Здесь написано Night Morning Designer. Да. То есть, ночь, утро. Да, ночное, утро. Да. Так, значит, сначала мы катушку. Кстати, она на леску намотает. Ну, здесь вот в наборе катушка. Сама, сам спиннинг. И вот такой набор. Сейчас посмотрим, что у нас. Графитное написано. Графитное? Ну, вот написано графит. А вот спецификации. Леска от 6 до 14 паундов. Грузики от 1,4 до 5,8. Ну, легкий. Это не такое уже прям. Да, это не легкий. Ну, как легкий? Ну, да. Нормальный. Тут такой и рыбы нет, чтобы на него поймать. Все, все. Значит, теперь у нас набор. Так ты на него будешь все словить? Попробуй пару раз, Тима. Испытание. Блин, классная музыка мексиканская. Но что-то, мне кажется, YouTube потом забанит все видео. Посмотрим. Это не такой известный исполнитель. Все, кто банит. Так, у нас идет леска еще. В наборе, как ты говоришь, доскоки должна быть. 8 паундов. А тут ты прочитал, сколько спиннинг. 6,14, по-моему. Где? С 6 до 14. То есть 8 подходит. 8 средних подходит. Так, дальше у нас идут крючки. Размер какой здесь? Единица. Крышки вон какие гигантские. Это говоришь на мелкую рыбу. Так потому, что здесь же силикон. Сейчас, подожди, мы дойдем до этого. Ну, это не на мелкую рыбу по-любому. Силикон. А, ну то есть это силикон как раз на форель. Правильно, на форель. Вот я сейчас продеваю этим крючком. Хотя должно быть вот, написано, должен быть грузик. А здесь грузика нет. Ну да, то есть они пишут одно, а дают в наборе другую. Не, ну леска нормальная, приманки вот эти отличные. Крючки, конечно, да, как бы без грузика ловить. Подожди, а что вот это нарисовано? Грузики должны быть? Так нету, вот весь набор я открыл. Нету ни одного грузика. Нету ни одного грузика. Ну вот написано. Саза один дропшот. Ну, где грузики? Нету, короче, вот так вот. Приехали на рыбалку, а полного комплекта нету. Странно написано, дропшот, а где эти сами шарики? На коробке написано, и тут написано, а их нету. Может посел ты их, Макс? Какие поселили? Нету, да и все. Ну, выпали где-то. Все же зарубал. Ну, я говорю, может раньше потерял? Нету, я только что открыл. Противишь, при всех. Все, нету ничего. Странно. Нету, нету. Блин, ну нету, значит грузики потеряли. Не потеряли, их не было. Это они просто дают информацию. Ну, какой нету, на коробке нарисовано, дропшот. Ну да. Так, кстати, выдерживает 300 метров, получается. Выдерживает 0,25 миллиметров толщина лески, 3,6 килограмма. 300 метров это длина. Ну, 300 метров лески, длина. Так, по-моему, все, кажется, продолжает самаркет. Арбузы там все. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне нравится заточка. Ты точил, да, сам? Конечно. Так, леска качественная, конечно. Ну, леска нормальная. Так, а как теперь начать наматывать, Женя? Так же, как и всегда. Я не думаю, что тут какие-то чудеса. Ну, то есть, давай, допустим, ты держишь, а я мотаю, да? Значит, петлю надо первую. Я думаю, что так, да? Теперь, нам даже это звено не надо. Допустим, через нашу... Так, теперь, у нас становится в открытом положении. Вот этот куч. Да, да. Теперь, продеваем через нашу, вот, петлю. Все, есть. И, начинаем мотать. А оно не мотается. Значит, петля в другую сторону. Люди вон на великах катаются, на лодках, на каяках. А мы, как пенсионеры, тут с удочками сидим. Нет, ты можешь подержать, а начать, не будет, она перекручена. Нет, вот так вот, чтобы оно... Да. О, все, мотаю. Так, надо выстоять сопротивление. Да, я не знаю, тут, наверное, 300 метров, вряд ли, войти. Да? Не знаю, мотать сколько влезет, зачем. Быстро, но... Катушка, вообще, нет шума никакого. Легко очень мотать ей. Может, пока новая, не знаю. Вообще, легко. На подшипниках, что ли? Ну, конечно. Подшипники сейчас, весь, во всех катушках. Макс, к нам девчонка, вон, когда пришла. Одна, вон, сзади. Сейчас, подожди, мы, мы заняты. Что, зави ее на рыбалку. Подожди, Зенец, посмотри, это уже все. Да? Ну, что, мотай, должно быть... Под самое. Так, потом оно будет сползать. Не, ну, вообще, по инструкции, надо мотать как можно больше, на максимум. Не, я не хочу, чтобы оно потом всескакивало. Ну, отрезай тогда. Да, лучше... Перестраховаться. Сейчас еще немножко. Блин, уже всескакивало. Все. А зерно у тебя постепенно будет отрываться, теряться. Да? То есть намотать? Но со временем-то ее меньше и меньше становится. То есть, вначале больше намотать, да? Не, ну, дальше уже этого границы не мотать. Нет. Чтобы с горкой было так не надо. Должно быть без горки. Без всяких выморок. Да. Надо. Все. Не хочу я мучиться. Значит, откусываем. Отрезаем. И я откусываю обычно. Так, все. У нас все намотано. Теперь мы продеваем через кольца. Кстати, очень хорошее надежное соединение. Как мне кажется. Да не, ну это спиннинг нормально. Я тебе говорю, у меня такой же точно. Такая же катушка и спиннинг такой же. Просто я покупал без коробки. Просто спиннинг в это тушь. А сколько, кстати, мы брали, поскольку это набор? Ну, я уже не помню. Ну, не дешево. 60 или 70. Вот этот набор? Да, ну, блядь. Ну да, но я тебе говорю, я один спиннинг с катушкой. По-моему, за 45 брал. Я брал, по-моему, по акции за долларов 300 больше. Я уже не помню. Это то видео, где-то же есть на канале. Можно посмотреть. Я уже не помню. Там что-то про куска было. Ну, в общем, если эти наборы брать, то это будет дешевле гораздо, чем по отдельности брать. Какие-то покупки из куска. Не, ну, в принципе, да. Леска такая, она стоит где-то 8. Крючки. Не знаю, сколько стоит. Ну, и приманки тоже не меньше 5. 15 плюс. Если я тебе говорю, я брал за 45, но так он где-то 60 стоит. Ну, в принципе, да, чуть дешевле выходит. Считай, крючки в подарок. Вот так вот. Да, крючки в подарок. Крючки это 5 долларов. Ну, а тут у тебя все сразу готово, понимаешь. Тебе подобрано все. Ну, видишь, если бы еще грузики не посеяли, было бы вообще круто. Не посеяли, просто их не было, я тебе говорил, что это не то. Ну, на коробке нарисовано, что были, значит, потеряли мы их. Да, может, их изначально кто-то там еще в куску спел. Ну, крючки размером 5-8. Ну, да, типа крючки для дропшота, а где грузики? Нет. Это же как бы набор, чтобы сразу ловить, значит, все должно быть. Так и на коробке вон нарисованный крючок и грузик. Да, да, вот, кстати. Ну, а крючки-то другие. Ну, вот, видишь, я тебе говорю, вот смотри, здесь нарисовано. Ну, подожди, или это нету грузика? Нету грузика. Вот именно что надо сказать. А, ну, то есть это может какой-то специальный тяжелый крючок, на который грузик не нужен? Да ну, как его тяжелый. Обычный крючок. Не может он быть тяжелым. Ну, это какие-то специальные крючки. Ну, давай нацепим, да? Значит, не нужен грузик, значит, они так работают. Вот такая вот она вся в масле, в этом, бейт, так называемая, осадка, бакли. Бакли, фирма, это очень известный, да? Бакли. Да, хорошая фирма. Power bait, бакли. Вот, да. Ну, в принципе, но в теории форель можно такую поймать. Но именно тут, я не знаю, я сомневаюсь, что мы что-то поймаем. Нет, а может тебе баса какого-то окуня выловлю? Ну, это да. Окунь по-любому должен взяться. Так, крючки, кстати, интересная такая коробка. Вот, они закрыты все еще. И теперь... А, ну, это типа коробочка, чтобы не потерялись. Теперь достаю. В наборе 10 крючков где-то. Хотя, ну да, и 15 вот этих вот насадок. Так, как правильно, Женя, крючок? Может, ты покажешь? Ты знаешь, как? То есть с головой, да? Ложи, давай. Ну, медленно показывай. То есть, начинаешь в пасть и дальше подальше, да? Как бы, стараться. Ну, длинную, ну, короче, типа такого оно должно быть. Ну, может быть, чуть поглубже. Так сейчас ты уже разрывешь силикон. Не разрывешь. Короче, должно быть вот типа такого. Ну, вот так получилось, да. Ну, это правильно, считай. Практически. Блин, резкость не доволится. Может быть, можно еще чуть-чуть. Вот. Да, отлично. Все, теперь... Ну, если ты меньше засунешь, рыба...